доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и разумеется продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые повлияли на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал оставлять ваши комментарии мнение в секции с комментариями безусловно не забывайте ставить лайки это не так уж и сложных большие пальцы друзья ну что давайте сегодня мы поговорим о том что интересного было отмечено председателем федизерва джеромом паулом в ходе его вчерашнего вебинара ну разумеется из-за мер социального дистанцирования традиционной пресс-конференции не было поэтому он провел вещание в режиме онлайн много чего было сказано и стоит отметить что как минимум выступление паула стала тем самым искомым катализатором и спровоцировала ну хоть какие-то движения на финансовых площадках и хорошо то что эти движения полностью совпадают с теми ожиданиями которые были у нас например в отношении доллара ранее в отношении американского фондового рынка да и в отношении в целом рисковых инструментов но обо всем по порядку давайте начнем с рынка нефти бренд 2930 мы понемногу друзья снижаемся рынок нефти больше не радует нас такими движениями которым мы уже привыкли но хорошо то что рынок корректируется в целом поддержку рынку черного золота не смогли оказать все признаки смягчения карантинных мер также рынок практически не отреагировал на решение саудовской аравии обмененных арабских эмират и кувейта совокупности вместе с июня дополнительно снизить добычу на 1 и 2 миллиона мы пришли к выводу друзья то что этого все равно слишком мало чтобы компенсировать те потери спроса которые мы сейчас наблюдаем потому что если начать детально разбираться в ситуации относительно того как мировая экономика будет выходить из последствий коронавируса вы сможете легко прийти к выводу о том что этот выход будет болезненным да и в целом период восстановления он может растянуться на очень большое количество месяцев и я уж точно не стал бы сейчас прогнозировать что к концу двадцатого года ситуация изменится настолько что мировая экономика в целом сможет компенсировать спад первого и второго квартала и показать даже какое-то подобие роста я скептик в ситуации будущего мирового экономического восстановления и считаю то что друзья мы еще с вами поработаем с последствиями пандемии которые приведут к новому финансовому экономическому кризису не забывайте что многие предприятия которые были вынуждены свернуть в деятельности закрыться уже никогда не откроются в отношении рынка нефти тот фонд который я озвучил он не оказал поддержку опять же почему потому что сейчас все-таки на рынке активнее обсуждает и перспективы торгового соглашения сша и и китая тот формат переговоров который будет продолжаться дальше будут ли взаимные новые пошлины то есть торговые барьеры все сейчас обсуждают насколько сильно все-таки по итогам двадцатого года снизится а спрос есть еще и опасения касательно того что слишком рано многие страны стали смягчать меры карантина вчера в качестве локального триггера мы ждали данные по запасам и в целом ожидали то что запасы логичным образом должны были вырасти но запасы друзья снизились я был признаться удивлен статистике на 700 тысяч баррелей общая скажем емкость хранилища сократилась нужно посмотреть на причины но я думаю что это какой-то локальный фактор это случайный отчет и статистика поэтому через неделю мы снова вернемся к тенденциям роста в отношении черного золота повторюсь что короткие позиции в приоритете уже скоро экспирации июньских фьючерсов и я думаю что до 20 мая мы увидим еще развитие нисходящей динамики евро против доллара 1 08 мы снижаемся по европейской валюте цель 1 07 сохраняется вчера вышел отчет по промышленному производству еще на доказательство того что еврозона на передовой последствий и последствий пандемии и проявлений именно крайне негативного воздействия вот этой эпидемии промышленное производство по спаду превзошло ожидания даже скептиков это еще одно опять же еще один признак того что весь валютный блок покажет в рамках двадцатого года худшие показатели по экономическому росту то есть фактически его не будет будет серьезный спад и и это создает условия для ожиданий новых мер экономического стимулирования дополнительного снижения ставок увеличение программы количественного смягчения вопрос актуальный касательно того будет ли цб покупать мусорные облигации а то что эти стимулы должны привести к ослаблению курса европейской валюты это так это сто процентов явное тому доказательство реакция новозеландского доллара на решение резервного банка новой зеландии увеличит программу количественного смягчения в два раза с 30 до 60 миллиардов новозеландских долларов и курс новозеландца с этим резко бросил то же самое будет и в отношении европейской валюты фунт против доллара друзья снижается мы добрались до нашей первой цели там на отметке 1.22 ну признаю ладно алло был 12203 но все равно покатились очень неплохо а сверху и как уже было отмечено раньше факты закрепления пары ниже отметки 122 40 открывает дорогу для оснижения еще собственно к следующей уже поддержки это 120 промышленное производство минус 82 процента ввп минус 5 и 8 худший год за последние 30 40 лет точно для английской экономики или даже за все время наблюдения за статистикой как уже отмечалось чем хуже вышли бы данные тем больше шансов увидеть дополнительное стимулирование со стороны банка англии данные разочаровали поэтому друзья ждем какие решения впоследствии будут приниматься на регулятором англии я думаю что а в целом с еще и политической неопределенности это хорошие возможности ставить на то что фунт останется в числе аутсайдеров индекс доллара 133 американская валюта индекс доллара растут друзья и все это следствие опять же вчерашнего выступления паула первая реакция кстати доллара было ослабление потому что в основном пау очень жестко отзывался последствиях коронавируса в частности отметив что восстановление американской экономики всей мировой экономики будет очень продолжительным также подчеркнул что уровень безработицы еще не достиг своих пиковых значений это будет ближайшие месяцы и вот как бы на вот этом фоне трейдеры прям ждали что сейчас он прокомментирует ситуацию с отрицательными процентными ставками и признает возможности точнее допустит возможность их введения но по факту друзья когда прозвучал кому комментарий об отрицательных процентных ставках он подтвердил что этот механизм и эта мера поддержки экономики сейчас не рассматривается и собственно на этом фоне индекс доллара вырос и я абсолютно уверен то что американская валюта получив необходимую поддержку и доказательство того что совсем уж без прецедентного подхода к стимулированию не будет отныне будет восстанавливаться и вновь актуальная цель это 101 102 которую мы обозначали раньше s&p снижается 2810 пунктов это все последствия тоже и нежелание федрезерва а водите отрицательные процентные ставки это опасение ранних признаков снятия смягчения карантинных мер и рост торговой напряженности между сша и китаем трампа собственно накануне приказал пенсионным фондом не вкладываться в акции китая и биткоин снова растет я думаю что 10000 мы сделаем вот со дня на день друзья на этом все большое всем спасибо за внимание всего доброго до свидания